Добрый день всем присутствующим! Добрый день! С вами компания Китфинанс и я Елена Беляева. И наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Давайте смотреть на то, что происходит сегодня на графиках. Итак, состоялось все то, что мы ждали в пятницу. Мы ждали, что индекс МВБ оттолкнется от уровня 1640 и пойдет в рост. Сейчас, я думаю, что следует рассматривать целью район 1740. То есть, скорее всего, в этот район индекс будет двигаться, скорее всего, в течение этой недели. Возможно, даже в первую половину недели до четверга уложится. И поэтому сейчас, какие акции наиболее привлекательны? Наиболее привлекательны акции с повышенными дивидендами. Даже они, возможно, чуть попозже начнут двигаться. Вполне возможно, что еще можно будет заходить в них и до конца недели. У нас в четверг будет вебинар по дивидендам. Будет вести его аналитики нашей компании. Поэтому можете присоединяться к этому вебинару и, соответственно, на нем задавать вопросы. И именно на этом вебинаре вы узнаете, какие акции сейчас привлекательны с точки зрения дивидендной доходности. И в первую очередь, скорее всего, сильно будут двигаться акции, которые имеют больший вес в индексе. То есть, те инвесторы, которые сейчас покупают индекс через акции, они будут составлять портфели из акций, которые имеют в индексе больший вес. То есть, сейчас лидирует в этой категории Сбербанк, потому как он меньше рос с начала года. И, соответственно, в нем есть больший потенциал. И в связи с ожиданием роста индекса он будет двигаться несколько опережающими темпами. Поэтому по ММВБ ждем движения в район 1740. По отдельным бумагам смотрим. Это Сбербанк, скорее всего, будет в район максимумов 77. Будет пытаться выйти. Как минимум, Сбербанк ПРФ тоже будет стараться в район 56 рублей примерно двигаться. Дальше по отдельным, другим бумагам давайте пробежимся, посмотрим. Значит, что здесь? ВТБ, как пока он был неинтересен, пока он таким и остается. Здесь ничего не началось до сих пор. Будем смотреть. Если будет какая-то ситуация проявляться, тогда, возможно, будем участвовать. Возможно, будет интересен ГМК Норникель. И, возможно, он будет интересен чуть позже. И дольше будет движение. Это уже можно рассматривать как дивидендная бумага. И здесь после пробоя вот этой нисходящей линии трендов, вполне возможно, будут покупки возобновляться здесь. И, скорее всего, будет некоторое движение. Поэтому ГМК Норникель, мне кажется, рассматривать имеет смысл. Газпром, честно говоря, под вопросом. Но, собственно, на фоне движения всего рынка индекса вполне возможно, здесь какое-то движение будет. Присоединяться имеет смысл только после пробоя 150. И, честно говоря, бумага очень сильно зависит от новостей. Поэтому здесь в любой момент могут какие-то неприятные новости появиться. И может движение закончится на этом. Поэтому Газпром, мне кажется, не самый лучший выбор сейчас. Скорее всего, может продолжать расти энергетика. То есть то, что произошло на прошлой неделе, была коррекция. Была коррекция, мы видели, в акциях ФСК была коррекция. Была коррекция в акциях Росгидро, в Россетях и так далее. То есть пока вот сейчас есть некоторые попытки вернуться на уровни, с которых началась коррекция. Но возможно, что вот эта ситуация будет иметь продолжение. Поэтому можно последить за происходящим. И здесь, наверное, в энергетике, возможно, имеет смысл оставаться в акциях Интерао. Они, в общем-то, пока держатся выше поддержки рубль 10. И если будет от этой поддержки движение начинаться, то можно к нему будет присоединиться. Росгидро сегодня пытается штурмовать уровень сопротивления на уровне 57 копеек. Так, посмотрим, как это удастся. Если это удастся, следующей целью будет уровень 60 копеек. Если этот уровень будет пробиваться, то, в общем-то, там будет интереснее. То есть пока вот в текущей ситуации, скорее всего, рассматривать можно пока программу минимум уровень 60 копеек. Дальше посмотрим. Так, по другим бумагам, по лукоилу, от поддержки от 2600 толчок небольшой есть. То есть в район 2750, скорее всего, движение будет продолжаться. Пока вот на большее, я даже не знаю, сложно рассчитывать. Но, в принципе, все может быть в зависимости от того, как ситуация будет дальше развиваться. То есть здесь нисходящая линия тренда. Если она будет пробиваться, то, собственно, имеет смысл вмешиваться. Поэтому я думаю, что можно попробовать в лукоил. Ситуация пока вроде позитивная. От поддержки лукоил ушел недалеко. Поэтому попробовать можно. Дальше. Мосбиржа здесь ближайший уровень, это уровень 77 рублей. Сюда, скорее всего, цена вернется. Будет ли она двигаться дальше? Посмотрим. В принципе, почему бы нет, если будет ситуация на рынке сохраняться позитивной. То есть текущий позитив сейчас связан с двумя ситуациями. Первая ситуация. Довольно позитивная ситуация на рынке нефти. То есть нефть подошла вплотную к уровню 59 долларов за баррель. И здесь есть ожидание пробоя. То есть вполне возможно, что этот пробой на этой неделе состоится. И цена пойдет выше 60 долларов за баррель подымется. И если это так действительно произойдет, то это будет довольно хорошая подспорья и поддержка рынку. В общем-то есть ожидание, что нефть постепенно будет набирать высоту. Возможно, не очень сильными темпами. Возможно, что здесь будет довольно долго ситуация раскачиваться. Но, по крайней мере, попытки двигаться в район 60 долларов оказывают позитивное влияние на рынок. Также ситуация на долларе и рубле тоже довольно-таки позитивным образом сказывается на рынок. Потому что то, что происходило в конце прошлой недели, такое бесконтрольное укрепление рубля, оно, в общем-то, даже начало пугать. То есть сейчас мы видим, что ЦБ взялся за рубль, не дает ему укрепляться. И были повышены ставки по валютному РИПО. И есть довольно обоснованное ожидание того, что ЦБ будет снижать ставку в этом месяце. То есть, скорее всего, рублю сильно разгуляться не дадут. И, скорее всего, рубль будет где-то вот здесь, в районе 55 рублей за доллар, будет в ближайшее время находиться. И, в принципе, это нормальные такие, скажем так, на текущий момент вполне обоснованные уровни. И если здесь будет какая-то стабилизация, то будет только в пользу. Скорее всего, дальнейшего укрепления рубля происходить не будет. То есть, по сути дела, вот эти две ситуации с рублем, с нефтью сегодня отыгрываются в позитиве на рынке. Нам важно, чтобы вот этот вот настрой позитивный сохранился и дальше. И не было никаких, ну так скажем, негативных новостей. Пока, в общем-то, никакого негатива особо не ожидается. В четверг прямая линия с Путиным. То есть, вполне возможно, будет еще даже некоторое ускорение, если будут какие-то, ну так скажем, позитивные вещи озвучиваться. Вот, поэтому на этой неделе все-таки есть ожидание продолжения вот этого движения. Поэтому присоединяться, в общем-то, есть смысл. Так, дальше по списочку МТС. Подошли акции к уровню 255 рублей. То есть, опять сопротивление здесь тестируется. Если оно будет пробиваться, то, в принципе, тоже можно пробовать присоединяться. Есть, скорее всего, здесь некоторый запас для движения. Дивиденды по МТС, в общем-то, есть. Хотя платятся они раз в полгода, поэтому дивидендная доходность не такая уж замечательная. Но, собственно, вполне возможно, что все-таки, как акции, среди акций телекома, это все-таки лучшая акция. И поэтому, скорее всего, можно попытаться. Дальше могут быть, отыгрывать отскок, могут те акции, которые падали достаточно активно на вот этом коррекционном движении. То есть, те бумаги, которые двигались вниз, сейчас отыгрывают отскок вверх. Это имеется в виду такие акции, как, скажем, НЛМК, ММК и так далее. То есть, здесь тоже может быть Северсталь, тоже вполне возможно. Здесь вполне возможно будет вот этот отскок, по крайней мере, на закрытии шартов. То есть, были шарты открыты на этом нисходящем движении, сейчас их активно закрывают. И на закрытии шартов может быть отскок. И, собственно, можно тоже вот в этом некотором движении поучаствовать. Так, что еще? С точки зрения дивидендной такой доходности, можно начать присматриваться к таким бумагам. Тоже это не особо ликвидная бумага, поэтому небольшой объем и дозировать в портфеле соотношение ликвидных и неликвидных бумаг. Вот группа ЛСР, можно ее взять на заметочку, мне кажется. Вот здесь, если будет пробой уровня 700 рублей, я думаю, что может быть продолжение, потому что бумага дивидендная. Так, что еще может быть посмотреть? Вот, мне кажется, можно также немножко ожидать от Яндекса движения, как минимум, в район 1000 рублей, как минимум. Здесь, вот после пробоя уровня 920, довольно долго здесь шла консолидация. Похоже, кто-то все-таки копил здесь позицию и, возможно, эту позицию теперь потащат на более высокий уровень. Поэтому, вполне возможно, хотя бы к 1000 рублей тут движение будет. Поэтому, вполне возможно, что можно с этим тоже присоединиться к этому. Новотек, давайте смотреть. Новотек, в принципе, мы на прошлой неделе говорили, что в район 460 рублей мы даже проводили здесь уровень. И говорили о том, что когда будет выход из этой коррекции, то, в принципе, можно присоединяться. Поэтому, в общем-то, все в силе. По сути дела, здесь уже происходит вот этот пробой краткосрочной нисходящей линии тренда. Единственное, что к ней вполне может быть еще возврат сверху. Поэтому здесь сейчас уровень сопротивления 480 рублей достигнут. Скорее всего, будет, может быть, некоторый откат, может быть, хотя бы к линии тренда. То вот на этом движении можно еще присоединяться. То есть, что здесь можно ждать? На самом деле, чего-то уж очень значительного. Мне кажется, ждать здесь, ну, по крайней мере, сложно. По крайней мере, возвращение в район максимумов можно, ну, скажем так, сделать ставку на возвращение в район максимумов. На большее сложно пока сказать. Пока вот здесь идет формирование такой вот линии тренда. И сейчас мы видим отскок от этой линии тренда. Пока вот, пока ориентируется на уровень максимумов. Аэрофлот, Аэрофлот и так далее. Аэрофлот. Вот по Аэрофлоту тоже разговор на эту тему был. Пока ориентир 41 рубль. То есть, тоже сложно сказать, будет ли что-то еще большее. Пока вот сложно сказать. Поэтому 41 рубль пока, мне кажется, достаточная цель. То есть, вот это движение, которое мы сейчас наблюдаем на рынке, оно вполне может быть не очень долгосрочным. Поэтому тут, в тот момент, когда индекс МВБ достигнет уровня 1740 пунктов, а до него, в общем-то, можно дойти за 2-3 дня, можно уже достигнуть этого уровня, вполне возможно, что, в общем-то, все и закончится. И с остальными бумагами тоже, возможно, будет ухудшение ситуации. Поэтому здесь пока вот на какие-то даже среднесрочные движения я бы не стала рассчитывать. Мне кажется, что вот сейчас идет чисто в такое вот краткосрочное движение на несколько дней. В нем есть смысл поучаствовать, а там уже дальше смотреть по ситуации. Не особо есть надежда на то, что движение сохранится надолго пока. Поэтому здесь тоже, мне кажется, что большого движения ждать не стоит. Алроса, что здесь вот, честно говоря, пока ничего хорошего. Абсолютно ничего хорошего, интересного пока здесь не видно. Поэтому здесь уже какие-то, возможно, будут мысли только тогда, когда уже цена уйдет выше 68 рублей. Тогда, может быть, что-то будет здесь происходить. То есть сейчас, я не знаю, мне кажется, не лучшая бумага на рынке. И так как есть более какие-то интересные варианты, сюда сложно будет кого-то заманить. Если только будет какая-то новостная поддерживающая информация, вполне возможно, что лучше пока вот эту бумагу оставить в покое. Насчет распадской, в принципе, все может быть. Потому что здесь вот эта коррекция была, после этой коррекции боковое движение было. То есть, в принципе, ситуация вполне готовая к продолжению. Поэтому, в принципе, попробовать можно. То есть даже вот на текущих уровнях купить немножко со стопом ниже, скажем, в районе где-то 37 рублей, если рассчитывать риски. И, по крайней мере, с ожиданием движения к предыдущим максимумам, то есть район 52 рублей. По-моему, можно попробовать. Так скажем, не затягивая сильно и не дожидаясь уже вот этого, какого-то там начала импульса. Так, Русгидро. Русгидро. Был разговор про Русгидро. То есть мы смотрим сейчас пробой 57 копеек. Дальше следующий уровень глобальный и очень важный – это уровень 60 копеек. То есть, собственно, все интересное с Русгидро начнется только после того, как будет пройдено 60 копеек. Поэтому здесь либо вот краткосрочно до 60 копеек, и то после пробоя 57. А вот уже, скажем так, какие-то более определенные позиции только после того, как цена выйдет выше 60 копеек. До этого момента пока ничего тут обещающего такого интересного нет. Вот, поэтому пока так, мне кажется. Так, дальше что еще мы не посмотрели? Мы не посмотрели фьючерсный индекс РТС. Давайте сам индекс РТС посмотрим, на что здесь можно рассчитывать. На индексе РТС очень сильный уровень 1100 пунктов. Вот сюда это вот как вот по индексу МВБ цель 1740 пунктов, по индексу РТС 1100. То есть это, пожалуй, будет возможно все, на что будет способен индекс. Поэтому здесь, скорее всего, вот к этому индексу ситуация будет подтягиваться. И вот у этого уровня, при подходе индекса к этому уровню, пожалуй, будет иметь смысл закрывать позиции. Вот, поэтому если мы будем эту ситуацию переносить на фьючерс, то мы видим, что здесь у нас есть, собственно, уровень 100000 пунктов. Сейчас вот этот уровень, есть попытки его пробить. И если пробой этого уровня будет происходить, то, собственно, можно будет пытаться присоединяться к этому движению и ждать продолжения тоже в район, соответствующий этим же примерно масштабом, что и на индексе. Вот, собственно, наверное, так вот канал можно прорисовать. Вот примерно таким образом. То есть здесь где-то вот в пределах этого восходящего канала будет происходить вполне возможно движение. Вот, собственно, наверное, и все на текущий момент. Поэтому смотрим по ситуации, смотрим на текущую неделю такие идеи более краткосрочные. И мне кажется, что лучше отдавать предпочтение ликвидным сильным бумагам с большим весом в индексе. То есть у них сейчас больше шансов, чем у бумаг такого слабого плана, вот типа Алросы, Аэрофлота и так далее. Мне кажется, у них меньше шансов, больше шансов именно у тяжеловесов в индексе, потому как сейчас покупают именно индекс. И покупают те бумаги, которые имеют максимальный вес в индексе. То есть это на текущую неделю, мне кажется, лучший выбор. Так, все, наверное, на данный момент. И давайте будем завершать на этом. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok